Считаю, что да, это правильно, ну, скажем так, допустимо, разумно, объяснимо, когда Церковь не навязывает вместе со своими услугами и проповедь Евангелия. Я считаю уже большим достижением, когда человек задает вопросы, когда человек говорит, а кто вы, а почему вы это делаете? Нет, а серьезно, а зачем вам это нужно? Вот тогда у нас уже появляется открытая такая платформа для того, чтобы сказать, хотите честный ответ? Потому что однажды Господь мне помог, я прощаю, потому что мне простили, я помогаю, потому что мне помогли. И это уже очень и очень здорово. И поверьте, у нас спросят, поверьте, что спросят. Наверное, хуже, когда мы действительно навязываем это. Но другая опасность в том, что мы совершенно ничего не говорим. То есть когда мы превращаемся только в просто организацию, которая просто помогает, и уже оно все так затерлось, заездилось, что никто и не спрашивает, и мы не навязываемся. И получается, что мы уже и умалчиваем, и мы просто становимся одной из общественных организаций. Я думаю, это другая обочина. Потому что вообще конечная цель, конечный результат любой нашей деятельности, это чтобы человек познакомился с Иисусом Христом. Потому что Христос и есть источник и мудрости, и радости, и помощи, и силы для совершения чудес. Мы же это знаем. Поэтому я бы не хотел быть тем самым посредником, который постоянно от имени Христа всем помогает, но со Христом принципиально не знакомит никого. Я бы не хотел быть в такой роли долго и всегда. Все равно я бы хотел, если я по-настоящему люблю человека, это все-таки как-то его подвести ко Христу, и пусть он уже дальше выстраивает свои отношения со Христом.